Привет всем, с вами снова Макс, и это у нас уже восьмой урок по игровому движку Unity 3D. Как вы помните, мы создаем стратегию экономическую, пока она, конечно, не экономическая, и даже на стратегию мало похожа, но мы уже потихоньку двигаемся в нужном направлении. И сегодня я посвящу урок написанию контроллера, а точнее контроллера управления камерой. Мы зададим базовые, основные функции, которые будет выполнять камера. Это функции приближения, отдаления или скроллинг, то есть мы сможем подниматься или отпускаться над поверхностью земли, а также функцию движения вперед-назад, влево и вправо. И давайте я сейчас сразу покажу вам, что мы получим в конце нашего урока. Также, помимо всего прочего, мы сегодня сделаем, в нашей карте добавим коллайдер, то есть мы сделаем так, чтобы шар, допустим, который падает с высоты, он не проходил сквозь текстуру. И, помимо всего прочего, в точности повторял, то есть кинематику, ну, все тонкости нашего игрового мира, все меши и все коллайдеры. Ну, давайте пока вернемся к камере. Как видите, реализован поворот. Я постарался сделать его достаточно реалистичным, этот поворот. Возможно, сейчас на видео он немного благует в силу того, что включен BandyCam, и он немного тормозит проекты, по факту же, очень достаточно качественный поворот и вращение камеры получился. Вы видите, как преобразился наш игровой мир, хотя не так давно весь игровой мир мы видели примерно вот так, то есть видом сверху. Теперь, конечно, существенно все видится по-другому. Это что касается камеры. Скрипт небольшой, очень простой, зацикливаться мы на нем не будем, мы будем быстро двигаться дальше. Этот скрипт просто без него можно было бы обойтись пока, но я посчитал, что в проекте, в котором уже существует некая 3D-сцена, которую мы можем, допустим, рассматривать и с которой мы можем взаимодействовать, мы должны уже сделать некий скрипт управления и этот скрипт управления передать все основные функции не с помощью переключения постоянно на сцену, хотя мы могли бы и так вполне все контролировать, а именно, что называется, у третьего лица. Поэтому сегодня камера. Итак, для начала мы пробежимся кратенько по изменениям, какие изменения мы вообще произошли в проекте. Я каждый урок обращаю на это внимание, дабы вы были в курсе того, как, ну, допустим, могут меняться папки, могут меняться какое-то содержимое самого проекта, поэтому обо всех изменениях я сообщаю. Итак, мы создали в окне проекта новую папочку, назвали ее Camera Controller, и в этой папке создали C-Sharp скрипт Camera Controller, ну, уже, собственно говоря, по привычке, наверное. Какие изменения произошли в окне иерархии, в структуре? Во-первых, мы удалили нашу камеру в Ортодоксе, то есть камера, с помощью которой мы, ну, только с помощью нее мы могли трансформировать наш террейн, да, точнее, нашу землю. Теперь мы лишились такой функции, точнее, лишился наш персонаж, который будет отвечать, то есть, за движение камеры, то есть, фактически, каньоны, да, рыть и строить, какие-то другие вещи могут, то есть, юниты, которым мы будем давать указания, поэтому мы, когда мы создали данную возможность редактирования карты, теперь эта возможность сохраняется, но ею будет уже пользоваться не мы, как носители, то есть, мы, как часть сцены, то есть, игрок, да, он тоже представляет собой некий гейм-обджект. Этот гейм-обджект является камерой, то есть, все основные функции, которые будет делать игрок, именно взаимодействие со сценой, будут находиться вот здесь, на мейн-камере. Это будет основной игрок. А все остальное, которое будет происходить в мире, то есть, не связанное уже с нами напрямую, такая, как генерация карты, юниты, ну, свет, все остальное, это уже будет находиться вне зоны нашего прямого воздействия. Мы сможем лишь следить и управлять процессами, но мы не сможем напрямую задавать эти процессы. В этом и заключается суть стратегии. Мы не можем построить дом, дом будут строить юниты, которым мы дадим соответствующие указания. И, таким образом, каньоны рыть и строить возвышенности тоже смогут искусить на юниты. Поэтому мы удаляем старую камеру, создаем новую, которая у нас перспектива, собственно говоря, в камере ничего абсолютно не поменялось в настройках, поставьте ее по нулям, ее позицию, поставьте ей тег мейн-камера, если у вас не стоит, уберите листерн аудио и накиньте на него скрипт камеры контрол. Вот и все. Мы создали нашего, фактически, игрока. Это что касается изменений в самом проекте. Теперь давайте пробежимся по скриптам. Скрипт камеры контрол мы оставим на потом, а сейчас мы с вами... Да, забыл. Про коллайдеры. У нас ни в кейв, ни в мэп, в наших элементах, формирующих, собственно, карту, у нас не было мэша. Точнее, был мэш, но не было коллайдера мэша. И для того, чтобы создать коллайдер, мы должны его просто-напросто добавить. Мы заходим в ADD Components Physics и добавляем вот этот элемент Mesh Collider. И на мэп, и на кейв. И далее, в дальнейшем, нам нужно наш коллайдер создать такой же формы, как и наш, собственно, мэш. Давайте я еще раз запущу и покажу то, о чем я рассказывал. То есть, чтобы коллайдер повторил мэш. Давайте я переключусь на сцену. И вот у нас есть мэш нашего объекта. Синие элементы это элементы мэша. Если мы отключим Mesh Renderer, мы получим зеленые элементы. Зеленые элементы это уже коллайдер. То есть, грубо говоря, кость нашей карты. И для того, чтобы создать эту кость, мы должны в точности повторить ее мэш. Поэтому вот этому значению Mesh Collider мы должны присвоить значение с генерированными нами мэша. Делается это очень просто. Мы заходим в Mesh Cave Gen для начала. То есть, функцию генерации каньона. И добавляем туда Mesh Collider переменную типа Mesh Collider присваиваем ей существующий созданный нами компонент Mesh Collider. И на наш Mesh Collider Shader Mesh накидываем наш сгенерированный Mesh. Все. Мы создали коллайдер наших каньонов. Теперь мы должны создать таким же самым образом коллайдер нашей карты. Для того, чтобы создать коллайдер карты, мы проделываем все с точностью до 100% и получаем Mesh нашей карты. Все. По коллайдерам все. Теперь какие изменения произошли в KFGEN скрипте, скрипте, который генерирует карту. Псевно генерирует. Как вы видите, исчез метод Update, в котором мы проверяли нажатие левой и правой кнопкой мыши. Повторюсь, контроль над изменением нашего мира мы потеряли. Прямой контроль. И поэтому функции DestructMap и ConstructMap я закрыл, скрыл под комментариями. Они пускай будут, мы потом ими будем пользоваться в других скриптах, чтобы не переписывать заново. Пусть пока они будут. и единственный скрипт из Generator, который остался, это скрипт, точнее не скрипт, а метод GeneratorMap. То есть в этом методе формируется собственно говоря единственная и неповторимая карта. И также по KFGEN все. Теперь давайте уже перейдем непосредственно к основной теме урока. Камера Control. Видите, что большое количество всяческих различных переменных мы используем. Все эти перемены я сейчас опишу. Итак, начнем с двух переменных XRot и YRot. Это перемены, отвечающие за положение Rotation, то есть поворота. Учитывая, что двигаем мы по оси X и по оси Y, то и соответственно XRot и YRot будет отвечать за некий угол поворота по оси X и по оси Y нашей камеры. Также существует такая переменная как SpeedRoot. Это переменная, отвечающаяся за скорость поворота карты. Вы можете настроить эту скорость под себя, какая вам нравится, попробовать разные значения, как вам будет удобно, такое себе и оставить. Далее четыре переменных XCurRot и YCurRot это в общем-то вот эти две переменные относятся больше к вот этому первым двум переменам. XCurRot и YCurRot это переменные, которые отвечают за корректировку. Что это за корректировка, я объясню немного позже. И XCurV и YCurV это переменные, которые отвечают за также некое понятие, которое относится у нас к математическому методу SmoothDamp. Я расскажу также об этих двух переменных. Еще две переменные CameraMax и CameraMin переменные, которые также вы можете выставлять в произвольной форме, которая вам больше подходит, но учтите, что переменные CameraMax отвечают за максимальную высоту, на которую поднимается камера, когда мы скроллим ее, а CameraMin это минимальная высота, на которую камера может опускаться. То есть ниже и выше этих уровней камера наша двигаться вверх-вниз не может. И последние две переменных TrendX и TrendZ это переменные текущего положения, то есть с помощью них мы двигаем нашего персонажа вдоль и поперек карты. Также публичная переменная типа KFGN уже по аналогии из скрипта KFGN мы достаем собственно размеры нашей карты для того, чтобы правильно определять направление движения. Вот и все. кстати пока нам даже эта переменная и не нужна. По-моему да, пока я ее не использую. Вот мы избавились от всего ненужного, описали переменные и теперь метод Update. Учитывая, что состояние положения поворота нашей камеры нам нужно проверять фактически постоянно, то и все основные функции мы записываем в методе Update. Какие это функции? Первая функция Camera Rotation. Вот она описана. Что она делает? Во-первых, она проверяет нажата ли третья клавиша мыши, она же GetMouseButton2. Обращу ваше внимание, что именно GetMouseButton, а не GetMouseButtonDown или K, то есть именно когда клавиша зажата, средняя, то есть это скролл, клавиша скролла, то мы можем только в этом случае вращать нашу камеру. И давайте теперь посмотрим на саму функцию вращения. Первое, что мы делаем, первое, что мы делаем с помощью метода стандартного юнитовского GetAxis, который прописан в настройках InPath, чтобы посмотреть эти настройки, если вы допустим забыли или что-то в этом роде, обновлю, заходите в Project Setting, InPath, здесь все настройки вашего Axis компонента. Вы достаете такое название, как MouseX и MouseY, это то, что нас интересует, вот эти два названия. Что это такое? фактически это координаты положения поворота мыши. То есть каждый кадр при зажатой клавише кнопки средней мыши мы нашим переменным XRotation YRotation присваиваем некое значение поворота. И при том мы это значение поворота умножаем на скорость для того, чтобы получить полноценное значение скорости. И не просто скорости поворота, а скорости поворота соизмеримой с течением времени в нашей игре. Вот так будет более точно сказано. Почему XRot у нас присваивается отрицательное значение, как вы видите, а YRot положительное? Все дело в том, что когда мы получаем значение вращения по оси X, точнее по оси Y, когда мы получаем значение, это у нас координата X формируется. И так как мы знаем, что ось Y в Unity инвертирована по умолчанию, мы должны инвертировать ее еще раз, дабы получить значение правильно. То есть, чтобы когда мы двигали мышку вверх, и камера двигалась вверх, а если мы поставим здесь плюсик, то камера будет двигаться вниз. С осью X все гораздо проще, там движение влево-вправо, при движении мышки влево, камера поворачивается влево, при движении мышки вправо, камера поворачивается вправо. По этим координатам все не инвертировано, а обычно. Итак, когда мы получили с вами координаты вращения, мы должны эти координаты вращения стабилизировать. Но перед тем, как стабилизировать, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что я тут воспользовался неким методом математическим клэмп, что это такое. Когда мы вращаем камеру по оси Х, мы можем кружиться ей, то есть крутимся по направлению, я думаю, что стоит опять еще раз запустить игру, по оси Х, то есть вверх-вниз, когда мы крутимся, то мы получается прокручиваемся над собой, делаем витки, как на турнике подъем-переворот, то есть когда мы поднимаем вверх, мы вот так вот если будем поднимать без этого метода кламп, и опускать бесконечно, собственно, как видите, и поворот, мы бесконечно можем крутиться в одну сторону. В игре, к тому же, когда там используются элементы 3D, как-то слегка кривовато будет, если мы будем поднимать, условно говоря, нашу голову бесконечно вверх, то есть должна быть какая-то по вертикали граница максимального поднимания и опускания, собственно говоря, нашей головы. Вот, именно с помощью вот этого математического метода клемп мы формируем, что наше значение x-road, которое мы получаем, оно должно быть не более 85 и не менее минус 85, то есть мы будем двигаться, грубо говоря, вот в диапазоне от пола до потолка, да, мы можем смотреть вниз на ноги и вверх на люстру. все, по оси y у нас ограничений нет. Теперь давайте рассмотрим корректировку. Что такое корректировка? Корректировка у нас производится с помощью также математического метода smoothdamp, то, о чем я вам говорил. Метод smoothdamp, он корректирует резкие, допустим, если вы резко повернете мышкой, то ваши координаты, если вы будете напрямую присваивать координатам камеры координаты вашего поворота, камера будет слишком резко двигаться влево и вправо. Возможно, во многих играх, допустим, да, если вы видели какие-то обзоры на видео, во многих шутерах люди, которые создают использовать, вернее, стандартный контроллер движения first person контроллер, там очень явно прослеживается то, что слишком резкие движения поворота и обзора камеры игрока. Так вот, вот этот метод smoothclamp, он корректирует значение. Что это значит? Это значит, что, ну, давайте сначала пробежимся, наверное, про перемены, по переменам, которые нужны. У нас есть четыре перемены, которые содержат этот метод. Первая переменная у нас переменная корректировки, то есть, она, эта переменная задает начальное значение, то есть, какое, точнее, не начальное значение, а откорректированное значение, которое мы хотим получить. х-рот это координата цели, то есть, то, куда мы стремимся. То есть, мы получили координаты цель, да, и с помощью перемены х-коррот постепенно двигаемся к этой цели, то есть, этот метод выполняется не за одну секунду, а на протяжении определенного времени. так вот, на протяжении какого времени выполняется эта, как бы, корректировка у нас объявляется в последней переменной smooth time. Я задал корректировку 0.1 секунда, вы можете попробовать поставить разное время и посмотреть, какая же зависимость получится у вас. Ну, и также ref параметр, который передается current velocity, это параметр, который отвечает за, ну, собственно, учитывая, что он ref, он, эта функция сама его вычисляет, то есть, нам не нужно задавать никакое значение этого параметра, просто задать переменные, которые будут отвечать за этот параметр. Это какой-то параметр внутри функции, честно, даже не разбирался. Так вот, после того, как мы, допустим, совершили какой-то резкий поворот камеры, давайте я опять же включу сцену и покажу. Вот, смотрите, я очень-очень резко вращаю камеру влево-вправо, но камера все равно двигается медленно, то есть, не то чтобы медленно, она как бы плавно доезжает до того места, на которое я, допустим, переместил мышку 0,1 секунду назад. Таким образом, мы получаем очень достаточно плавное движение камеры. Ну и, собственно говоря, теперь нам нужно это движение камеры задать. Задаем мы его с помощью метода Rotation, Transform Rotation, точнее, как сказать, метода, мы в Camera Main Transform Rotation присваиваем новое значение Quaternion Eller, еще одно новое понятие Eller. Quaternion Eller это метод поворота, исходя из вычисления углов поворота. То есть, мы задаем значение координат полученных, а Unity вычисляет поворот по этим координатам. Учитывая, что двигаться нам нужно только по координатам x, y, то и, соответственно, мы, учитывая, что в этом методе надо задать все три координаты, мы задаем также еще и z, хотя по ней по координатам z мы двигаться не будем, но все равно задаем его равным нулю. Все, метод Camera Rotation работает, и мы поворачиваем камеру. Теперь следующий метод, метод Camera Zoom. Этот метод, он приближает и отдаляет камеру при скроллинге. Давайте теперь про скроллинг. В методе getAxis стандартно существует такое понятие как scrollWill. Это переменное понятие scrollWill. Оно имеет два значения. Когда вы скролите вниз, значение больше нуля, когда вы скролите вверх, значение меньше нуля. Так вот, мы проверяем первое условие, если скроллинг меньше нуля, то есть, если мы скролл от себя крутим, допустим, в направлении монитора, да, и при этом мы, наша текущая позиция не меньше, чем Camera Max, то есть, мы не поднялись еще на максимальную высоту допустимую, то в таком случае мы позицию нашей камеры прибавляем, ну, к нашей позиции добавляем вектор, который является нашей позицией по X и по Z без изменений, а по Y мы прибавляем каждый кадр 0,1 F, то есть, двигаемся медленно и не спеша, вы можете задавать другое смещение, здесь я не подключаю, не умножаю на скорость, то есть, скорость скроллинга камеры это не нужно, поскольку диапазон, так сказать, движения очень небольшой, и я считаю, что тут уже делать какие-то дополнительные, вводить коэффициенты нет смысла. Аналогично, если вы скролите вниз, мы должны проверить, больше ли наше текущее значение минимального значения, то есть, мы не должны опуститься ниже минимального уровня, и если нет, выполняются точнее все условия, то тогда мы опускаем по позиции X нашу камеру на 0,1 F. Вот такой простой метод CameraZone. И последний метод это CameraTranslate, то есть, метод перемещения с помощью клавиш, каких именно с помощью в Unity, с помощью опять же того же метода GetAxis, вы можете задать метод Vertical и Horizontal. Эти переменные Vertical и Horizontal, они также имеют значение больше-меньше нуля, и соответственно, если вы Horizontal больше нуля, то значит, вы двигаетесь по оси X вправо, если меньше нуля, то влево. и собственно говоря, наши переменные наши переменные Z и X формируют некое значение, которое состоит из значения в какую сторону мы перемещаемся, умноженную на скорость и умноженную для более гладкого мягкого движения на TimeDeltaTime, то есть на коэффициент Delta. И таким образом формируется некое смещение по оси X и по оси Z, относительно которого мы и будем смещать весь наш компонент Transform, да, только здесь нужно указать не GameObject, на всякий случай, а Camera Main и Transform Translate, то есть мы нашу камеру передвигаем по заданным координатам. Вот весь скрипт движения, пока он находится именно в таком виде. И, пожалуй, на сегодня все. Спасибо за просмотр, с вами был Макс, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok